Дома без крыши, вырванные с корнем деревья. В селах Визинга и Куратова Сысельского района Коми продолжают устранять последствия урагана, прошедшего 28 июня. Сделано немало. Восстановили электричество и связь, распилили большинство поваленных тополей и сосен. Коммунальщики разбирают завалы на кладбище. Предварительный ущерб 2 миллиона рублей. А вот в частном секторе все хлопоты легли на плечи хозяев поврежденных домов. Масштаб разгула стихии оценила Наталья Юрьевна. Шум от инструментов и пилы в Куратова и Визингине смолкает на протяжении недели. Местные жители, власти и коммунальщики устраняют последствия урагана. ЧП произошло 28 июня. Большой урон стихия нанесла частному сектору. Без кровли над головой. Жилые дома выглядят заброшенными. Ветер сдул. Крыши с десятка домов. Деревья упали на два автомобиля. От урагана в Сысельском районе пострадало более сотни семей. Одни уже привели в порядок хозпостройки и теплицы. Другие в процессе. Латают кровли. Третьим капитальный ремонт. Здание только предстоит. Для оценки ущерба создали комиссию. Специалисты работают по заявкам жителей. Пока разгул стихии оценивается примерно в 2 миллиона рублей. Да, полный капремонт дома необходим. Полный капремонт дома. И восстановление печной трубы. Печная труба разрушена. Крышу с нуля пришлось восстанавливать и семье Мякишевых. На их честь дома упало два дерева. В момент урагана супруги находились дома. Сначала одно дерево, которое стоило в воде дороги, начало падать и ударило на наше дерево. Вот на первое дерево. У нас дерево сильно стояло. И от этого дерева тоже пошло. Оба дерева упали на дом. И на коньке деревья переломились. И в огород вершины все упали. Хорошо, хоть живые остались. Медлить с ремонтом Мякишевы не стали. Закупили стройматериалы и наняли бригаду. Крышу возвели за выходные. На ремонт потратили 150 тысяч рублей. По словам Галины Мякишевой, проблем можно было избежать. Жители дома неоднократно просили местную администрацию злосчастные тополя срубить. Нам сказали, что все спилят, дети деревья. Было 5 штук их. Ничего не произошло. Написали второе заявление. 1 ноября 2017 года будут спилены. В 2020 году, так как нас затопляет, приходил представитель сельского поселения. Я говорю, ну как деревья-то стоят. Мы о вас знаем, но это очень дорого. И все. Ну пришла. Ураган пришел, нам помог. Администрация района выплатит компенсации из бюджета. 7 тысяч рублей на одного прописанного человека в доме, пострадавшем от урагана. О том, что это маловато, власти понимают. Поэтому ищут другие источники финансирования. Мы сейчас прорабатываем вопрос Минтруда, занятый социальной защитой республики Коми, чтобы через их тоже министерство можно было получить какую-то поддержку этим гражданам. Ну и третье направление мы сегодня говорим о том, что сегодня существует у нас 136 закон республиканский. Это урегулирование лесных отношений, по которым граждане вправе сегодня получить вне очереди, так скажем, лес на корню. У кого именно есть в ходе урагана, пострадали именно хозяйственные деревянные постройки. Сельхозпредприятие Куратова тоже считают убытки. Новенький сеновал, построенный в прошлом году под сильными порывами ветра, сложился как парус. Это у нас сеновал, который мы возвели в прошлом году, в июне месяце, для хранения сена. Стоимость сеновала составила миллион двести семьдесят. Но на сегодняшний день, после урагана, как видите, картина нехорошая. И в нее придется вложиться еще больше, так как цены на материал, стройматериалы растут не по дням, а по часам. Дорога к кладбищу в Визинге сегодня больше походит на склад лесопилки. Пару шагов вглубь и можно в полной мере оценить масштаб урагана. Разрушенные памятники, поврежденные оградки, вырванные с корнем деревья. От прежнего ландшафта следа не осталось. Коммунальщики разбирают завалы уже шестой день. Впереди еще много работы. И если поваленный лес рано или поздно уберут, то вопрос о компенсации остается открытым.